Что такое «кружность»? Какая прелесть! Какая прелесть! Откуда вы этому учились? В школьной школе шестого класса. Нет, а кто этому? Смотрите, есть замечательная вещь. Висит тресла, это такая крыса, которая бегает по углам, и делит это все пополам. Вот, вот то, что вы сейчас сказали, чуть более прилично, потому что слово «крыса» нибудь звучало. Но очень похуже. Это геометрическое место точек таких, что они равнодаленны от одного. Совершенно. Давайте забываем эту фразу и постараемся понять, и больше никогда так не говорить. Давайте. Окружность – это геометрическое место точек, равнодаленных от одного. Скажите, пожалуйста, вы сейчас лично вы равнодалены от меня? Да, когда это одна точка, равноудалена от окружности? Смотря с чем все равно? Видите, множество точек, равноудаленных. Когда точка бежит по плоскости, как ей понять, она равноудалена от окружности? Или неравнодалена? Какие расстояния от каждой точки до центра равно? Почему? В другом расстоянии от окружности. Они все равнодаленны от окружности. А настоящие, как это звучит? Не хулиганское, а настоящие, как это звучит. Окружностью называют множество точек, каких? Находящихся от данных. На каком одном? Еще раз, вы находитесь на одном расстоянии от доски просто потому, что вы одна. На одинаковом месте. И не на одинаковом. Она равна. И равна только, это глупое слово в данном случае. Когда вы говорите про одну точку, вам ее не с чем сравнивать. Можешь говорить про множество точек? А на расстоянии на радиусе? Конечно. Спасибо. Множество таких точек, что ОМ равняется М. То есть, на словах, окружность – это множество точек, удаленных от данной точки на данное расстояние. При этом, разумеется, R – это обязательно должно быть число больше нуля. Потому что, если у нас R в нулю, то тогда это будет вовсе не окружность, а одна точка. То есть, такой вырожденный случай. Вырожденный случай – одна точка. Хорошо. Хорошо. И вот очень важно понимать, что кроме вот этого замечательного определения, оно, к счастью, вверх, все замечательно, есть еще некоторые вещи, которые вы, в общем, желаете, чтобы знали. Знаете ли вы слово «круг»? Да, я знаю. Все точки окружности и находящиеся внутри. Что ж, да? Площадь окружности. Какая прелесть. Площадь – это вообще число. Кстати, площадь окружности – это ноль. Площадь окружности равно ноль. Потому что площадь отрезка, ломаной, любой линии – это, конечно, ноль. То, что находится внутри окружности. Ага. То есть вы хотите дать определение. Круг – это окружность и внутренность. Да? В принципе, можно. Но, конечно, проще сказать не так. Что такое? Бывает круг вместе с окружностью, а бывает без своей границы. И вот эту вот разницу очень важно понимать. И когда будет потом у вас курс технологического анализа, это очень-очень будет важное слово «открытый» и слово «замкнутый». Круг, как и без окружности – это то же самое, что круг с окружностью, только меньше. Нет. Ни в коем случае. В том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Когда у вас есть какой-то открытый круг, то вы не можете провести так близко-близко, чтобы эта срочность совпала. Поймите, пожалуйста, между любыми двумя вещественными числами есть число, которое мы же мы читаем. Например, их среднее архитическое. Поэтому ни в коем случае никакой замкнутый круг не является открытым и наоборот. Итак, что же такое открытый круг? Это когда вы берете точки, которые, внимание, внутри круга, не на границе. Граница круга – это что? Окружность. Окружность. Можно ли определить окружность, не используя ее центр, а используя ее диаметрально противоположную точку? Есть такое определение окружности. Он говорит, что правильно заключение, все хорошо. А давайте окружность с диаметром АВ. Это что такое? Помните ли вы способ как-то понятно объясниться? Вот если вам дали две диаметром противоположной точки на окружность, можете ли вы объяснить, как получить все остальные? В пространстве как будет множество точек, находящихся на данном расстоянии от данной точки? Как это называется в пространстве? Шар. Сфера. Находящихся на данном расстоянии – это сфера. А находящихся не больше, чем на данном расстоянии – это шар. Шар. А находящихся меньше, чем на данном расстоянии – открытый шар. Открытый шар. Понятно, да? Шар без границы называется открытый шар. Кстати, напрямую тоже очень важно знать эти штуки. Напрямую тоже очень важно знать эти понятия. И тогда у нас здесь прямая, две точки и все, что между ними. Отрезок. Замечательно. Давайте я напишу. Это множество от таких точек x, что а меньше или равно x, меньше или равно b. Где а и b это негативные числа, а меньше, да? Отлично. Скажите, пожалуйста, а если я беру ту же самую прямую, те же самые две точки, но их выбрасывают. Интервал. Абсолютно верно. Множество точек x таких, что а меньше x, меньше b. Это интервал. Ин-те-валы. Что-что? Музыки. Нет, это математика тоже есть, это надо запоминать. Хорошо. 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 Это понятно. А вот теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда у нас один конец входит, а другой конец выходит? А меньше или равно x, меньше b. Внутри. Внутри. Интервал. Это открытое множество. Интервал. Это множество открытое. Да? Открытое множество. Это отрезок. Замкнутые нежности. Понятно? Кстати, как это по-английски? Открытое, замкнутое? Open, конечно. Открытое – это просто-напросто open, а замкнутое – это просто-напросто open. Замечательно. А я что бы? Что-то непонятно. Есть два слова, которые не очень употребительные. То есть, в отличие от всего предыдущего, я сейчас говорю то, что не получилось его воспространение. Да? Нет, нет, нет. От-те-вал. Я что? От-те-вал. С одной стороны отрезок, а с другой стороны интервал. Ну, замечательно. И трезвый. Конечно. Конечно. Конечно, и трезвый. Но то есть, а в другую сторону – это уже другая вещь. Что? Да, в другую сторону, это уже считается уже другая вещь. Конечно. Конечно, это другая вещь. А меньше, чем Х. И меньше или равно, чем В. Интрезвый. Значит, отрезок с концами, интервал – это открытый, без концов. Понятно, да? Интервал – это отрезок, из которого выброшены. Я все равно не понимаю, почему нельзя сказать, что интервал – это какое-нибудь очень близкое число. Они бывают очень близко. Потому что, если мы приблизились на одну миллионную, то между ними одна миллионная будет. Нет такого понятия, как самое маленькое положительное число. Какое число считать самым маленьким? Нет, вы, конечно, можете спросить физиков, они вам там начнут объяснять, что вот там есть размер электрона, понятно, да? А там есть еще меньше величины и так далее, и так далее, и так далее. Но, разумеется, для математиков это совершенно не то. Лучше считать, что просто нет наименьшего положительного числа. Любое число можно открыть и на десять, и на десять, и на десять, и на двух килограмм. Любое. Даже очень-очень маленькое. Так, и еще немножко про обозначение. Сам отрезок принято обозначать вот так. Понятно? Открытый интервал принято обозначать круглыми скобками. Кстати, когда я учился в школе, то писали не так. Вместо круглой скобки писали квадратную, но в другую скобку. Это обозначение еще в некоторых книгах вы можете встретить, ну, видно, в те времена. И вот сейчас в школьном учебнике обычно пишут так, просто чтобы не смотреть на ту, в какую сторону квадратная скобка, а просто отличать круглую от квадратной. Так, это что такое? Это у нас квадратная и затем круглая. Совершенно верно. Ну и здесь сначала круглая, и потом квадратная. Так, замечательно. Что же такое окружность в данном диаметре? А, да. Что такое окружность в данном диаметре? Как по одной точке узнать, не рисуя цель, что же за точки лежат на этой окружности? Каким замечательным свойствам обладают точки и окружности по отношению к диаметре? На окружность в данном диаметре. Что, что? На окружность в данном диаметре. Да, и что же это? Как же это записать? Ну, то есть окружность это все точки, которые видны под прямым углом. Из которых отрезок АВ. Итак, смотрите, что у нас есть. У нас, во-первых, сами точки лежат на окружности. Не выдаю цель, так ли? А во-вторых, еще все такие точки М, что угол АМВ такой? Принято. Пожалуйста, запишите и поставите задолбку. Потому что... Таких что? Иногда в этом месте пишут двоеточие. Это вопрос курса. Некоторые люди вместо этой вертикальной палки пишут двоеточие. Имеется в виду, что вот эти точки, для которых выполнено следующее условие. Вы хотите словами пишите, потому что словами это долго, для которых выполнено условие, это почти целая точка. Или палку ставят вертикальную, или двоеточие. Просто двоеточие математические формулы трудно писать, потому что там целенапное деление может перепутаться. Вот, и поэтому я больше люблю палки. Палку писать, но, в общем, это не так важно. Так, договорились? Угу. Договорились. Замечательно. Это просто. Принадлежит ли окружности ее центр? Нет. Нет. Принадлежит ли кругу его центр? Да. Если провести любую хорду окружности, как ее длина соотносится с длиной диаметра? Вот есть диаметр, есть хорда. Что длиннее? Диаметр. Диаметр больше или равен хорду, да? Да. Почему? Потому что если взять центр, то вот это вот, это радиус, это радиус, а вот этот отрезок, понимаете, треугольника, не больше, чем двое. Ну, то есть, равен, если вот это, на самом деле, это диаметр, да? А если там настоящие треугольника, тогда нет. Хорошо. Пока что все легко. Дана окружность и точка, не лежащая на этой окружности. Внутри окружности. Это один кунт. И вне окружности. Это другой кунт. Вопрос. Где на окружности расположена самая близкая к этой точке точка? Понятно? Что надо сделать? Надо есть центр, провести, и вот это будет ответ. Так? Да. Потому что когда вы проведете вот такую, значит, то будет касаться. Так? То же самое. А здесь? То же самое. Ну, не на все себе то же самое, а вот здесь, да? Да. То есть, когда проведете, то будет касаться. Отлично. А самое далекое? Ну, соответственно, здесь все было спецотамины. Отлично. Это тоже понятно. Под этим, потому что совсем простые задачи. Дальше. В окружности проведены две параллельные ходы. Скажите, пожалуйста, если мы посмотрим серединный перпендикуляр к одной из них, не будет ли ушел серединный перпендикуляр к другой? Будет. Будет. А почему будет? Ушел. Будет. Потому что они будут проходить, оба серединные перпендикуляра, через центр окружности. Правильно? Отлично. Следующая задача. Общая хорда двух пересекающихся окружностей как расположена по отношению к линии центров? Отменивая. Видите? Общая хорда что? Перпендикулярная. Перпендикулярная длиница. Отлично. А вот следующая задача, по-вторых, есть ли? Хорда окружности разделена диаметром пополам. Хорда, не являющаяся диаметром, разделена диаметром пополам. Докажите, что на самом деле хорда перпендикулярна диаметру. То есть, что мы знаем? Мы знаем, что AB – это диаметр. Мы знаем, что CM равняется MD. Нас просят объяснить, почему обязательно в таком случае прямая AB – это пендикулярная прямая CD. CD – это не диаметр. Так вот, иначе будет просто его. Итак, диаметр AB пересек хорду CD в ее середине. Объясните, почему прямая AB должна быть перпендикулярной CD, если знаете, что CD – не диаметр. CM равнее CMD, то получается, что у нас дуги CA равняются дуги CD, значит, угол CMA равняется DAM. Почему? Почему CA равна? Понятно. Потому что дуги равны. Почему они равны? Нет, отрезок CM равен отрезку MD, да, конечно. Да. Но почему из этого следует, что дуга CA равна дуги AD? Не понятно. Скажите, пожалуйста, а где вы, в принципе, используете то, что точки AB – CD лежат на одной окружности? Каким образом вы в своих обсуждениях это используете? Ну, что я думаю, что это совсем в окружности, если у него сумма... Понятно. То есть вы хотите здесь работать с углами. Смотрите, какой угол, замечайте. Кто-то, когда станет чуть-чуть старше, в огромном количестве случаев, потребуется именно работать с углами, там всякие вписанные углы и так далее. А эта задача совсем простая. Она настолько простая, что никакие углы не нужны. А нужно просто самое исходное определение окружности. Что мы не нарисовали на этом чертеже? Правда. Центр мы не нарисовали, равенцы не нарисовали. Господа, странно было бы решать задачу, надеясь, что мы ее решим, если вы никак не используете собственные тени окружности. Смотрите, у нас есть центр, некоторая точка О. Если вы соединяете, то что? Тогда все понятно. Они равны. СО равно Н. СМ равно Н. И это просто свойство равнобедренного треугольника. Когда вы взяли равнобедренного треугольника середину стороны, то... То это перпетитёям. Это просто свойство равнобедренного треугольника. Понятно? То есть достаточно было провести два радиуса, и все. Еще лучше.